Саша Белый, Космос, Пчела, Фил. Этих четверых персонажей мы знаем по сериалу Бригада, вышедшей в 2002 году, целых 16 лет назад. По фильму из первой серии парням по 20 лет. На самом же деле Сергею Безрукову на момент съемок было 29 лет, сейчас ему 45. Дмитрию Деживу было 24 года, сейчас ему 40 лет. Павлу Майкову на момент съемок было 27 лет, сейчас ему уже 43 года. Из всей четверки Паша изменился до неузнаваемости. Владимиру Вдовиченкову был 31 год, но играл 20-летнего, сейчас ему 47 лет. Черная пятница по-нашему в 96-м это примерка джинсов на картонке. Черная пятница по-нашему сегодня это скидки до 60% в магазинах всего мира и еще и кэшбэк до 15%. Хочешь поностальгировать? Пройди тест на letyshops.com и выиграй Tetris, сотовый и много другого разного. Letyshops, верни свое. Ссылка в описании. Все эти четверо главных актеров до съемок были абсолютно обычными пацанами, их никто не знал, зарабатывали копейки и о Славе даже не мечтали. После начала трансляции сериала к ним пришла известность, но не деньги. Разве я миф? Все же считают, что актеры зарабатывают огромных денег, что после выхода тем более бригады с таким успехом ты вообще должен был отзолотиться. Послушай, я сносил в бригаде полтора года и нам платили ежемесячную просто зарплату, как в театре. И мы ее проедали, ну просто хватало на еду и все. А почему люди боялись садиться к тебе в машину? Почему боялись? Потому что ты, конечно, перестал, потерял работу таксиста. Я останавливался, типа, вам куда? О, в космос. Я говорю, да ладно, куда ехать? Нет, что, правда? Я говорю, куда ехать? А что, правда повезешь? Ну вот эти долгие спросы, разговоры и в итоге даже уже было неудобно, потому что люди действительно думали, что мы получили миллионы. И жируемые там, в общем, у нас все в шоколаде, а я жил, я снимал комнату в трехкомнатной квартире и была у меня Волга. До бригады Дмитрий Дюжев успел сняться в нескольких неприметных картинах самая известная роль грузчика в фильме «Изгой» с Томом Хэнксом. Космос не скрывает, что в эту массовку он попал по блату. Космос вырос в интеллигентной семье, был очень воспитанным и примерным мальчиком, отчего в юности был до жути скромным. Потому что я с детства всего стеснялся, смущался, из меня не вытащить было слово. И отец меня послал в театральный институт только для того, чтобы развить во мне артикуляцию, потому что я вот так... После школы парня отдали в театральный. Учеба давалась в школе с трудом, а с театрального вообще несколько раз его хотели отчислить, но диплом все-таки дали. Начал бегать искать работу, оставляя свое резюме везде, где только можно было. И тут как раз какие-то дяди решили снять очередной криминальный сериал. Но бюджет был ограничен и создатели фильма искали дешевых, но талантливых актеров. Дюжев вспоминает, что пришел на кастинг на утро после вечеринки, поэтому начал знакомство с режиссером со слов... Здрасте, меня... этот... Димка... Дюж... Дюж... Блин, вы извините, я сегодня не в лучшей форме. На что режиссер лишь улыбнулся и ответил... Да я все вижу, пацан. Садись, рассказывай. И начал расспрашивать его про детство, друзей, спросил, умеет ли Дюжев драться и какие фильмы любит смотреть. После собеседования Дмитрия сразу же утвердили на роль Мухи. Отыграл он пару сцен в роли Мухи, но кто-то попросил его подыграть Безрукову в роли весельчака Космоса. Далее ему пару минут прочитать текст, спросили... Ну что, сможешь? Да конечно смогу, смотрите. С репликами актер справился превосходно, но решил, что роли ему не видать. Слишком уж невыгодно смотрелся Сергей Безруков рядом с почти двухметровым Дюжевым. И как бы дружба у них не особо как-то так со стороны смотрится. Но ошибся, режиссер остался доволен. И Дмитрий превратился в Космоса официально. Несмотря на счастливо сложившуюся карьеру, личная жизнь Дюжева полна мрачных моментов. В 1998 году, когда Космосу было 20 лет, скончалась его 12-летняя сестра Настя. Врачи всеми силами боролись за жизнь девочки, но победить рак крови не смогли. Папа Дмитрий так и не оправился от потери дочери. Вскоре он начал пить. В 2002 году продал своё кафе, купил на выручную сумму роскошный памятник для Насти, а затем покончил с собой. Меньше чем через год умрёт мама Людмила Дюжева, сердечный приступ. После этого Дмитрий долго вёл почти затворническую жизнь. Он не отвечал на звонки и не общался с друзьями. Начал выпивать, перестал сниматься в фильмах. Из близких родственников Дюжева в живых остались только один человек. Бабушка. В 2006 году в жизни Дмитрия наконец появилась настоящая любовь. Друзья привели актёра на концерт Мадонны. Но взгляд Дюжева был прикован не к легендарной певице, а к стройной блондинке, сидевшей впереди. Поборов стеснение, он подошёл к девушке и заговорил. А на прощание, набравшись смелости, попросил её номер телефона. Через пару дней Дима позвонил и пригласил её на свидание. Как оказалось, девушка, которую звали Татьяна Зайцева, была поклонницей актёра и даже представить не могла, что на неё обратит внимание сам Дмитрий Дюжев. Но в отношения вступать отказалась. Полагая, что звезда кино непременно окажется бабником, поиграется с ней пару дней и бросит. Дмитрий предпринял немало трогательных попыток завоевать девушку, всячески убеждая в серьёзности своих намерений. Свадебная церемония состоялась в день Святого Валентина, 14 февраля 2008 года. 8 августа 2008 года мечты Дмитрия о детях наконец были. Татьяна родила первенца. А в январе 2015 года у пары появился ещё один малыш. Жена и старший ребёнок актёра настояли, чтобы новорождённого назвали Дмитрием. После смерти Жанны Фриске, Дюжев объявил, что у них был роман. Зачем он рассказал об этом, непонятно. В 2011 году Дмитрий Дюжев ехал на своём BMW X5 и возле школы сбил 9-летнюю девочку. После следствия выяснилось, космос двигался со скоростью 20 км в час. В месте, где не было пешеходного перехода, резко выбежала девочка прям под автомобиль. Дмитрий успел затормозить, но было поздно. Быстро среагировав, он подобрал школьницу с дороги, отнёс проезжей части, вызвал скорую помощь. Травмы оказались несерьёзными. Но Дюжев, как настоящий мужчина, оплатил лечение виновнице ДТП. Часто навещал её в больнице и даже спустя 7 лет после наезда продолжает периодически звонить семье и интересуется жизнью девочки. Я помню отчётливо в этот период, когда по новостям там писали. Я такой думаю, хм, это ж тот космос, который играл в бригаде. Нормальный такой чувак, добрый и правильный сделал. Вообще мужик, уважаю. Подумал про себя. Но не тут-то было. Сериал «Бригада» стал отличным трамплином для развития актёрской карьеры. И Дмитрий Космович воспользовался этим шансом. Из всей четвёрки поддерживает настоящие дружеские отношения только с Сергеем Безруковым. Иногда ходят с семьями друг к другу. После «Бригады» вместе снимались в фильме «Каникулы строгого режима». О фильме «Мамы» выступил не только актёром, но и режиссёром. Мы любим «Космоса», ведь Дион – «Космос» из нашего любимого сериала «Бригада». До этого сериала Дмитрий был скромным, неуверенным в себе парнем. После «Бригады» стал узнаваем, упорно трудился, отличался своей добротой, честностью, порядочностью. Вы только что послушали биографию человека с положительной стороны. Но, к сожалению, скажу, что люди меняются. В последние годы Дмитрий Дюжев стал агрессивен. Может оскорбить матом коллег по работе, а обычный рабочий класс в осени считает за людей. Год назад Дмитрий Дюжев, сам того не понимая, показал себя с плохой стороны. На шоу Бориса Корчевникова он высказал, что думает об обычных людях. Называет он нас «зрители». Мы для него некое низшее звено общества, а он себя приравнивает к элите. Конечно, если вот прям углубиться в эту тему, оно так и есть. Он, чувак, там много денег зарабатывает, но всё равно, даже если у тебя много денег, если ты стоишь там выше всех нас, обычных людей, зрителей, то ты всё равно должен оставаться человеком и хотя бы уважать. А если не уважаешь, то не показывай свою неприязнь к обычным людям. Посмотрите этот ролик, возможно, я не прав, только слушайте внимательно. Дмитрий Дюжев заявил, что российские зрители заслуживают лабуду и туфту, которые им показывают в телеэкранах. Речь идёт о каком-то скандале, в котором ты встал... Да, да, это мои слова. Якобы ты был возмущён тем, что тебе не дали пройти вперёд очереди. Да, так получилось, что на стойку регистрации бизнес-класса стояла длинная-длинная очередь. Я подошёл с самого конца и спросил крайнего человека, «Извините, вы в бизнес-классе летите?» Промолчал. Я пошёл ко второму, «Извините, вы в бизнес-классе летите?» Пошёл дальше, «Извините, вы в бизнес-классе?» «Нет, нет, нет, нет». Я дошёл до какого-то человека, который сказал, «Да, в бизнес-классе». Говорю, «Хорошо, тогда можно я за вами встану?» «Ну, вставайте». Я встал. Вот минут 20 я простоял эту очередь до стойки регистрации. Сзади ко мне подошёл человек и говорит, «Дмитрий, а вы что, вообще не уважаете людей?» «А что, для вас люди? Вы в очередь влезли. Это как вообще?» «Мы что, не люди?» Я говорю, «Нет, это стойка регистрации для пассажиров бизнес-класса, поэтому я, собственно, тут по праву должен стоять». «А что, из эконом-класса этого для вас не люди?» Ну, я повернулся к этой очереди опять и говорю, «Вы что, все недовольны, что я имею право встать с бизнес-пассажирами?» «Да, мы тоже здесь стоим, мы тоже люди, мы тоже пассажиры». Я не стал спорить, ругаться. Я пошёл в самый конец и встал в очередь. Ну и, естественно, пока я стоял, возмущению моему не было предела внутреннему. Поэтому я сказал, о чём мне с вами разговаривать? «Товарищи зрители, какой с вами вести диалог?» Вы говорите, «Власть и народ, представители культуры и народ». О каком диалоге мы можем вести речь? С волками по волчьи выть. И говорю, «А в чём моя вообще тогда, вообще смысл моей профессии?» Я, получается, каждый раз вдохновляюсь тем, когда мне говорят, ну вот тут, значит, бежишь, мы тебя, значит, ошпариваем огнём, ты в огне бежишь, на тебя срабатывают посадки, ложись, чтобы не обгорело лицо, волосы фиг с ним. Ты даже на это идёшь, потому что понимаешь, как зритель будет смотреть, зритель же тебя любит. Димка, давай, жги, рви, сделай. Люди будут поражены, удивлены твоему профессионализму, твоей отдаче. Давай, умри, но докажи, но сделай. И я так живу, я так работаю. И в итоге, когда я на этой, на волоске от смерти иногда бываю, оказываюсь в ситуации, в которой справедливый, я должен оказаться в этой очереди, попадаю на вот это. Видимо, такая идёт народная ненависть к каждому, кто живёт чуть лучше. Чуть лучше человек начинает жить, работать, выступать. Как мгновенно люди начинают, соседи, ненавидеть этого человека. А как только у него плохо стало, спился, в болезни пропадает, вот тогда русская душа просыпается и говорит, бедненький, да, пропал, да. Таким был, да, сейчас-то, конечно, да, жалко артиста. Так, как ты перешёл в конец очереди, это поступок сильного человека. Да. По-настоящему. Я не избил их всех. Изменили ли вы мнение о Дмитрии Дюжеве? Пишите, что думаете о нём в комментариях под роликом. И напоминаю о Letyshops. Это ваш последний шанс экономить на покупках. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok